Инженеры Третьего Рейха Это не единственный проект подобного рода. Разработанный еще в 1930-е годы, прототип Дора предназначался для разрушения укрепленных пунктов и зданий противника. Снаряд преодолевал непостижимые 45 километров, а затем мог пробить лист брони толщиной 1 метр или 7 метров бетона. Только вдумайтесь, какая поразительная мощь была у всего одного снаряда, выпущенного из этого орудия. После событий Первой мировой и подписания Версальского договора, который запрещал Германии создавать и эксплуатировать орудия калибром более 150 миллиметров, а как мы знаем запрет порождает еще больший интерес, поэтому создать орудия огромного калибра было делом престижа для Германии. И вот, уже в 1937 году, проект 807-миллиметрового артиллерийского орудия Дора был завершен. Первый боевой образец был построен уже к 1941 году, а свое знаменитое название получил в честь имени жены главного инженера. Из-за своего обескураживающего веса в 1350 тонн, орудие транспортировалось по железной дороге, состоящей из четырех смежных рельс, по паре на каждую сторону. Расстояние между парами рельс было около 6 метров. Орудие монтировалось на платформу, состоящую из 40 осей, а общее число вагонов, перевозящих детали, орудия и боеприпасы, переваливало за 120 вагонов, расположенных на пяти составах. Обслуживающий персонал Доры состоял из 500 человек и размещался в 43 вагонах второго состава. Под снаряды также выделяли отдельный поезд, состоящий из 10 вагонов. Он шел последним, так как для приведения Доры в боевое состояние требовалось в среднем 3 дня, а на поиск позиции для стрельбы уходило более 6 недель. Как я уже сказал, один 807-миллиметровый снаряд весил как 4 автомобиля, то есть 7 тонн. Длинный 32-метровый ствол орудия обеспечивал максимальную дальность стрельбы в 45 километров. Это и в наше время поразительный результат для артиллерийских орудий. Снаряд достигал цели в среднем за 2 минуты и если повезло, то попадал в километровом радиусе от нее, а если не повезло, то мог приземлиться в километрах так 10 от предполагаемой цели. Первое боевое крещение Дора прошла в 1942 году при обстреле Севастополя. Обстрел велся несколько недель и за все время было выпущено 48 снарядов. Воронки от выстрелов врывались в грунт на 12 метров, а это на секундочку высота 4-этажного дома. Сказать, что обстрел был неудачным, ничего не сказать. Орудие перекопало пол Севастополя, несколько километров вокруг него, но так и не попало ни по одной более-менее важной цели. А целью были севастопольские крупнокалиберные береговые батареи. Так как в городе уже практически ничего не осталось, стрельба не привела к массовым жертвам среди населения. Второй боевой опыт был при стрельбе по Парижу. Один снаряд угодил рядом с церковью, где проходила служба. Погибли все, кто там находился, а церковь была полностью разрушена. И это был самый результативный выстрел Доры за всю свою историю. При отступлении орудие Дора была взорвана немцами. Так что можно сказать, что это была одна из самых провальных инвестиций Германии за всю историю. Ведь на создание орудия ушло 10 миллионов рейхсмарок. А на эти деньги можно было купить более 260 149-мм орудий или около 100 танков Панцер-4. Итог. Все, что можно сказать про Дору, это самое бесполезное орудие не только Второй мировой, но и как минимум последних трех столетий. Потратить столько денег на создание и транспортировку, обслуживание и снабжение, и при этом уничтожить какую-то церквушку и десяток бесполезных сооружений, это просто провал. Создание этого никчемного орудия, как ничто другое, сыграло СССР на руку. Кто знает, если бы не Дора, сколько бы техники купила Германия на эти деньги, и сколько бы из-за этого погибло наших солдат. Если вам понравился этот ролик, обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на канал, и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видео и смотреть их первыми. Субтитры сделал DimaTorzok